Доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Татьяна Курячая. Итак, мы продолжаем наш курс. Добро пожаловать в клуб профессионалов МЛМ. Перед этим была статья «Запретная зона директор Фаберлик». Вы должны были ее прочитать. Если вы не прочитали, пожалуйста, прочтите ее, потому что иначе многое вам будет непонятно. Потому что серия уроков и видео, и статей будет истекать одна из другой. И там в той статье было определенное домашнее задание, которое необходимо сделать. И если вы прочитали, вы должны были сделать. Какие мои рекомендации? Первое. Обязательно заведите тетрадь, в которой вы будете двигаться именно по этому курсу. Раз. Второе. Что вам необходимо сделать? Обязательно записывайте за мной какие-то тезисы или какие-то инсайты у вас возникнут, или какие-то пометки делайте. Для того, чтобы вы могли запросто вспомнить то, о чем я говорила, или посмотреть в свою тетрадь и это именно сделать. Это будет практически курс. Курс этот бесплатный. Я вас с этим поздравляю. Я приняла решение все-таки его дать. Итак, сегодняшнее наше занятие будет называться «Действуй на пять с плюсом». Это очень большая тема. Я за нее очень благодарна. В свое время, много лет назад, нас собирала компания директоров, и мы создавали определенные принципы, интересы, движения, как должны работать директора и консультанты, вообще принцип работы в компании «Фаберлик». И вот часть из этого обучения я взяла, потом были мои наработки, и то, что я вам сейчас дам, это комплекс моих знаний с разного уровня, это комплекс моих действий, которые приносят результат, и это комплекс новых приобретенных знаний, которые я для вас готовила. Итак, приступаем. И первый урок, который мы сегодня с вами запишем, это обзор, что будет, именно какая серия уроков вас ожидает. Первое. Действуй на пять с плюсом. Это общая тема. Она будет состоять из нескольких уроков, в которых я вам расскажу вообще принципы сетевого, принципы работы в «Фаберлик», принципы работы со структурой, принципы движения и отслеживания своих консультантов и их результатов. И самое важное, я расскажу, какие обучения необходимы, первичные, какие встречи первично необходимы для того, чтобы ваши консультанты и новички стартанули. И первое, что мы сейчас запишем, это какие самые важные пункты должны присутствовать в ваших действиях. Сейчас компания, конечно, дала такую поблажечку многим из нас на летний период делать по 75 баллов, и кто-то на эту поблажку перешел, но все-таки я вам рекомендую, привыкните делать 100 баллов, потому что, по сути, если вы правильно их будете делать, то у вас не будет проблем. И первым пунктом, который мы записываем, это первое. Организуйте 100 баллов. Личный объем 100 баллов. Сегодня я уделю больше времени именно организации 100 баллов, как необходимо делать. Следующим уроком у нас будет это, сейчас скажу вам, секундочку. Следующим уроком это будет методика поиска. Поиска и вовлечения. Это второй важный пункт для того, чтобы действительно достигать квалификации. Это второй важный пункт, который будет давать вам постоянные растущие объемы. И это тот пункт, над которым мы тоже будем работать с вами. Третий урок, который входит в это направление, в этот мини-курс. Знаете как? Мы будем очень много изучать. Это будет по порядочку. Но вот сейчас мы уделим именно вот этим пунктам ваше время. Это третье. Обучение. Обучение и подготовка. Об этом мы поговорим на следующем занятии. И четвертый пункт. Это выполнение домашнего задания. Домашнее задание. Итак, сегодня мы с вами рассмотрим первый пункт. Это организация 100 баллов. Очень многие говорят, я не делаю 100 баллов и меня это не напрягает. Очень многие говорят, у меня не получается сделать 100 баллов. Очень многие говорят, достаточно 50 баллов для того, чтобы получать объемную скидку. Все абсолютно правильно. И вы абсолютно правы. Но, сразу говорю, но, если вы пригласите в свою структуру людей, которые будут являться продавцами, то вам нечему будет научить этих людей. Потому что вы самостоятельно не делаете 100 баллов. Это первый пункт. Первый пункт, почему необходимо делать самому 100 баллов. Первый. Это знание. Знание и опыт. Второй пункт, который очень важный, для чего необходимо делать 100 баллов. Это участие в мотивационных программах. В мотивационных программах. Это как и от компании, точно так же в мотивационных программах ваших наставников, вашего региона. Потому что очень многое связано с тем, что когда консультант делает 100 баллов. И только при этом условии консультант получает определенные подарки и достижения. Это и вип-программы, и все остальное. Третий пункт, зачем нужно делать 100 баллов. Если вы делаете 100 баллов, то ваши люди точно так же, как вы, будут стараться делать 100 баллов. Но, по крайней мере, большая часть. И, соответственно, это быстрый рост квалификации. Так, неправильно. Быстрый. Быстрый рост квалификации. У меня есть урок, как сделать квалификацию, быстрый способ достижения квалификации директора. И там я рассказываю про 100 баллов. Я об этом уроке рассказывать не буду. Я вам только сделаю маленькую пометочку. Но вы обязательно посмотрите его еще раз, кто не смотрел или уже забыл. Принцип обыкновенный. 3000 баллов. Это квалификация директора. Если их разделить на 100 баллов, то это получается 30 человек. То есть это 1 вы по 100. И плюс к вам 29 человек, которые делают также по 100. Вот вам, пожалуйста, и квалификации директора. Но более подробно вы можете посмотреть в моем видео и уже настроиться на это. Итак, я вас убедила, что необходимо делать 100 баллов. Замечательно. Двигаемся дальше. Недавно мы были на обучении у наших наставников на фестивале успеха. К нам приезжали топ-лидеры компании Мельниковы, муж и жена. Это суперлидеры, это высокие квалификации. Я даже не могу сейчас сказать, в какой они сейчас квалификации. Потому что это как раз те люди, которые растут грандиозно быстро. Причем те люди, которые мне говорят, что мне вот 52, или мне там вот, я в пенсионном возрасте, а могу ли я, а смогу ли я, а получится ли у меня. Так вот. Именно Мельниковы, у них возрастная категория уже к 70. И они не боятся своего возраста. Они ездят по другим городам. Они работают очень грамотно, очень лаконично и очень собрано. Они понимают, что они могут использовать каждую минуту своей жизни на улучшение своей жизни. И поэтому сейчас, кто сидит перед экранами, не смотрите на свой возраст. Кто-то скажет, я молод, у меня не получится. Кто-то скажет, я слишком взрослый. Не важно. Вот именно им я благодарна за эту формулировку. Именно Мельниковым. Потому что они сказали фразу, которую я прям вот, прям, знаете, записала. Организуйте 100 баллов. Не сделайте, не закупитесь, не продайте. Организуйте 100 баллов. И именно те лидеры, которые пришли на это обучение, они поймут меня. Нужно организовать. Тогда каждый период у вас не будет никаких проблем. Каждый период вы будете двигаться по карьерной лестнице и не задумываться, как сделать 100 баллов. Потому что очень многие растягивают время на 3 недели, на весь период. Как же мне сделать 100 баллов? А это неправильно. В нашу компанию много лет назад присоединилась компанией Дель Стар. И точно так же я была на одном обучении, на котором я была благодарна парню, который сказал, мы первую неделю делаем 100 баллов, вторую и третью мы работаем с людьми. Супер! Это прекрасный повод. И я начала для себя это делать. У меня обычно уже в первый или второй день пробито 100 баллов. Но не просто я закупилась для себя, они у меня организованы. И сегодня мы с вами поговорим, что такое организовать 100 баллов. организовать личный объем 100 баллов. Когда организуется 100 баллов? Когда необходимо начинать организовать 100 баллов? Необходимо первое в последнюю неделю периода. Неделю периода. Сейчас объясню. Смотрите как. У вас заканчивается период, и вы уже все сделали. И вы организуете и садитесь за организацию 100 баллов в последнюю неделю периода, чтобы 100 баллов сделать в следующем периоде. Понятно? Не то, что вы две недели ничего не делаете и в последнюю делаете. Нет. Еще не закончился период, а вы уже прописываете в последнюю неделю периода свои 100 баллов, которые будут на следующем периоде, которые вы пробьете в понедельник или во вторник, когда только начнется каталог новый. Понятно, про что говорю? Итак, в последнюю неделю периода. Я очень часто это делаю в среду. Вы можете это делать как хотите. В среду. Получается, что остается совсем несколько дней до следующего периода. Я с удовольствием прописываю куда, что, кто приобретет и все остальное. Второе. Второе. Из чего состоит организация 100 баллов? Второе. Организация. пункт А. Себе. Что вы здесь делаете? Вы сравниваете два каталога, который вот нынешний, потому что вы в последнюю неделю, который будет сравнить два каталога. вы сравниваете два каталога и делаете подборку того, что вам необходимо, то, что у вас, например, закончилось, или какие-то новинки, или вам нужно что-то по новой цене, по новым акциям, и все такое. И вы составляете список набор. Вот здесь важно, что у вас получится набор. Набор определенных позиций, которые вы закажете для себя. Вы должны понять, на какую сумму вы готовы приобрести продукт, какие средства у вас есть и что вам необходимо. Пункт Б. Составьте список близких и родных людей. Список близких и родных людей. Вы всех своих близких и родных знаете, но вы составляете список родных людей, как раз тех, кому вы предложите именно такой же набор, который вы хотите приобрести для себя. Это может быть средство для дома, набор. Это может быть, например, средство какой-то набор косметики для лица и по уходу за кожей, телом и за лицом. Вы уже, когда составите, вы уже будете понимать, что вы очень этого хотите и, соответственно, вам легко будет предложить такие подобные наборы своим родным и близким. Естественно, какие-то наборы будут меняться. Например, вы предложите сестре набор такой, какой вы себе выбрали. А сестра вам скажет, нет, я бы вот эту позицию поменяла. Вы поменяете. Но приблизительно вы предложите эти наборы своим близким родным. Наборы. Я прям пишу наборы, а не одну-две позиции. Точно такие же, как у вас. Понятно? Следующий пункт. Пункт В. Пункт В. Составьте список клиентов. Список клиентов, которые у вас есть. которым вы сможете предложить такой же набор. Набор такой же, как у вас. Понятно? Дальше. Составьте список людей, у кого торжество. Пункт Г. Составить список людей. Так, составить список людей, у кого торжество. 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 очень важно подарить наборы подарков этим людям. Может быть, это один человек будет, может быть, два. Вот там вы уже не такие наборы дарите, а индивидуальные для человека. Никогда не забуду, когда меня попросили сделать подарочный набор для одной женщины, мужчины попросили. Вот мы поедем, и мы не знаем, что ей подарить. Человек богатый, она все имеет. Что ей подарить, мы не знаем. Я предложила набор фаберлик. Мы составили из четырех серий, я спросила, на какую сумму вы рассчитываете? Они сказали, на какую сумму они рассчитывают, и из четырех наборов я составила один. Купили красивую, большую, вот такую, большую корзину с ручкой, наполнили наполнителями, красиво выложили вот эти позиции, красивую упаковку и огромный бант. Подарок был неимоверно громаден, красив и потрясающий. И когда они привезли этот подарок той женщине на юбилей, она сказала, боже мой, спасибо вам огромное. Тут столько всего, боже, какой дорогой подарок, как же вы могли. На самом деле, это обошлось им гораздо дешевле, чем внешне оно выглядело. То есть тут получается экономия денежна и в то же время это очень красивый набор. И еще есть тут замечательный плюс, какой, когда человек начинает пользоваться, кому вы подарили на торжество подарок, он начинает пользоваться, он начинает влюбляться в этот продукт, соответственно, он в следующий раз берет и просит, слушай, у меня там закончилось, дай мне пожалуйста, вот это мне очень понравилось. Поэтому поделайте подарки, если вы идете на свадьбу, еще есть у компании в продаже посуда наша, уникальнейшая посуда, почему не подарить набор из кастрюль разных и подарить на свадьбу такой подарок. Это им всегда пригодится, высокое качество качество соответственно, когда они начнут пользоваться, они скажут ничего себе выбрали, какие-то замечательные кастрюли делают и начнет именно просить у вас и делать заказы. торжество записали? Следующий пункт. Следующий пункт у нас пункт Г. Пункт Г. пропишите эти наборы на подарки. На подарки. Если вы думаете, что вы там потом придумаете, вот точно не получится. Если вы хотите высокого результата, обязательно пропишите по пунктам, по позициям, по названиям, по стоимости склада, по стоимости по своей цене и по стоимости каталога. Пропишите, какая у вас прибыль будет, сколько у вас будет баллов эти наборы. Обязательно это сделайте. Следующий пункт. Пункт Д. Подсчитайте все баллы, которые мы с вами рассматриваем. Смотрите. Себе, список близких и родных, список клиентов, подарочные наборы. пропишите все эти баллы и их подсчитайте. У вас должно набраться сто баллов. Сто баллов. Если у вас не набирается сто баллов, посмотрите, сколько не хватает. И тогда возможно, что вам необходимо сделать? Вам необходимо или еще близких людей привлечь, или привлечь клиентов новых клиентов или привлечь кого? Кому-нибудь подарок или себе. Конечно же, я рекомендую, чтобы вы акцент сделали на клиентов. На клиентах. У их должно быть у вас как минимум 10 человек. для чего это делается? Когда у вас будет не очень большое количество клиентов, но они будут брать у вас наборами, это будут благодарные клиенты, с которыми вы будете работать постоянно. Это те люди, которые будут каждый период делать у вас заказы. Это те люди, которые будут вам... Вы им будете звонить, они будут звонить вам, вы будете им дарить подарки, и это вам будет действительно помогать. И прибыль для себя, то есть чем больше клиентов, тем больше вы не тратите денег для себя, правильно? Чем больше близких, тем вы меньше тратите денег на себя. И у вас всегда будет 100 баллов. Понятно, про что говорю? так теперь смотрите следующий пункт, что необходимо сделать. Итак, что необходимо сделать? Следующий пункт, пункт Е. Прозвоните всех по этому списку. Всех по этим спискам. Помните, мы говорили, еще раз повторяю, помните, мы говорили, родные, близкие, список, список клиентов и список у кого торжество. На торжество, естественно, вы просто прозваниваете, поздравляете и говорите, что вы придете поздравить его, а тех людей, которые близкие и клиенты, вы их прозваниваете, что вы делаете? Вы их прозваниваете, это происходит в последнюю неделю периода. Многие приходят именно когда период начался и они приходят к своим клиентам. Я вам рекомендую это сделать в последнюю неделю периода, потому что мы с вами должны спланировать 100 баллов, организовать, чтобы уже они были. поэтому прозваниваете в последнюю неделю периода и договаривайтесь о встрече и договориться с ними о встрече и договаривайтесь с ними о встрече. Зачем вы договариваетесь о встрече? Смотрите. У вас будет два списка, точнее три списка. у вас будет списки родных, у вас будет список клиентов и у вас будет список наборов. Смотрите. Наборы будут все одинаковые. Но для клиентов у вас будет одна цена, а для родных будет другая цена. Возможно, это будут родные, которые очень близки. Если это братья и сестры двоюродные, то лучше, конечно же, их привлечь в компанию Фабрлик. Но если это мама или сестра, здесь будет цена или со скидкой у вас, или по своей цене вы отдадите. Но вы здесь четко своим близким отдаете по сниженной цене, потому что они ваши близкие. И вы предлагаете им полные наборы. Вы им отдаете со скидкой при условии, что они берут полный набор. У клиентов будет совершенно другая цена. Цена каталога. И вы клиентам предлагаете набор и говорите при покупке этого набора я вам дарю подарок. Или при покупке этого набора я делаю вам скидочку определенную. Понятно? То есть у вас наборы будут одинаковые, что для этой категории. Что для этой категории. Но их может быть один набор, второй набор, третий набор. Вам тогда будет проще понимать, потому что все же люди разные, здесь же может быть разная возрастная категория. соответственно для одних например набор тем кому за 18 набор тем домохозяйкам например и набор например тем кому за 30 или за 35 понимаете про что я? Пусть их будет несколько наборов тогда вы уже будете понимать что эти наборы они одинаковые по стоимости или одинаковые они по количеству баллов и они одинаковые по заинтересованности со скидками или новинки что-то и просто здесь будет цена другая и здесь у вас будет три таких списка и вы должны составить табличку в которой вы будете писать например мама и отмечаете мама взяла набор например Елена продавец взяла вы отмечаете понимаете про что? вы просто отметите тех людей которых вы сюда запишите вы запишите этот список вы запишите этот список и вы можете отметить мама взяла второй набор Елена продавец взяла первый набор и вам тогда будет понятно что приобрели ваши клиенты или ваши близкие потому что они тоже являются клиентами и вы можете внести эти данные уже потом в картотеку клиентов но вот такой список необходимо составлять в конце каждого периода понятно и когда вы идете на встречу у вас должны быть уже прописаны определенные наборы вы конечно не показываете им такой список это для анализа для вас что вот к этой я сходила к этой я сходила а вот к этой я пойду позже но вы можете даже тут же уже ставить какую-то дату например в понедельник в понедельник в 3 в 15.00 например здесь договорились в пятницу в пятницу в 11.00 понятно про что говорю то есть это такая табличка которая вам поможет работать для организации 100 баллов вот например в списке 100 баллов в 12.00 периоде периоде 15.00 года понимаете про что и у вас такие списки будут и вы будете ориентироваться смотреть и уже вам будет проще кто у вас приобрел из клиентов кто нет может быть ваших клиентов здесь будет всего 5 и вы будете понимать эти 5 купили в этом периоде те 5 купят в следующем периоде и тогда у вас каждый период будет 100 баллов и не будет никаких проблем дальше так вы с ними договорились на встрече в следующем пункте там у нас был пункт пункт е пункт g если вам удобнее цифрами пишите цифрами на каждой встрече на каждой встрече еще до начала периода вы предлагаете эти наборы приходите и предлагаете на каждой встрече предлагаете наборы пункт z когда вы подождите вы предлагаете наборы и договариваетесь о заказе договариваетесь договариваетесь о заказе почему важно договориться возможно у кого-то будет в одно время деньги у кого-то в другое время деньги у кого-то в третий день деньги и вы договариваетесь что я такого-то числа принесу вам вот такой-то набор и вам необходимо будет оплатить такую-то сумму замечательно есть книжечки которые для работы с клиентами поработайте с ними смотрите дальше что вы делаете вы просто-напросто оформляете эти 100 баллов в первую неделю периода 100 баллов в первую неделю нового периода зачем это нужно сделать постарайтесь с людьми договориться так чтобы в первую неделю периода они забрали всю продукцию если кто-то все-таки во вторую неделю периода заберет то я вам рекомендую все-таки сразу же сделать 100 баллов для чего если вы действительно являетесь не просто продавцом а вы действительно хотите расти по карьерной лестнице вы должны понимать первая неделя это ваш личный объем и в первую неделю у вас будут еще следующие задания вам необходимо будет приглашать людей с ними встречаться организовывать мероприятия встречи обучения и поэтому очень важно в понедельник или во вторник уже пробить свои 100 положенные 100 баллов чтобы не заморачиваться и не думать потом где их взять если вы приучите к такому методу к каждого своего консультанта то тогда вам будет гораздо проще двигаться дальше если вы сделаете это хотя бы один раз и увидите что это не так сложно а второй раз у вас вообще отработанная технология будет а в третий раз вообще отработанный навык то вы даже не будете задуматься как это делать дальше вы просто будете делать будете затрачивать минимум времени на то чтобы организовать свои 100 баллов для чего это необходимо это необходимо для того что на следующем занятии мы с вами на следующем уроке пропишем именно какие очень важные методы могут вам помочь очень быстро найти и вовлечь людей помните в самом начале я вам говорила сейчас важные моменты для того чтобы действительно действовать на 5 с плюсом и действительно достигать квалификаций и действительно не просто держать квалификацию директора а расти по карьерной лестнице первое организовать 100 баллов сегодня мы с вами поговорили а на следующем занятии мы с вами поговорим методики поиска и вовлечения и там будет один метод который о котором все знают но очень многие его не используют но именно этот метод может дать шикарный момент именно привлечь людей в свою команду потому что сейчас вам необходимо организовать свои 100 баллов и на следующем занятии мы с вами поговорим как дальше двигаться и приглашать людей Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...